МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"1973 год. В Алма-Ату прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС". 16 августа 1973 года. В Казахскую ССР с визитом прибыл глава страны Леонид Ильич Брежнев. Его прокатили по свеже отстроенным улицам Алма-Аты, отчитались за рекордный урожай зерна, продемонстрировали новую противоселевую плотину. Леонид Ильич осмотрел уникальную плотину, надежную защиту Алма-Аты от угрожавших ей селий. Осталось показать уставшему генсеку настоящее чудо в горах. Медео, недавно построенный самый большой высокогорный каток в мире. Больше 120 рекордов мира вообще установлено там. Один из них – мой рекорд мира. Это действительно самый быстрый лед на самом высоком катке в мире. Была только одна крошечная проблемка. Как показать Леониду Ильичу работу ледовой арены жарким казахским летом? Тогда сделали лед в ночное время. То есть были брошены мощности именно на одну из локаций. То есть не заливался весь каток, там 10,5 тысяч квадратов, а залилась всего небольшая его часть. Справится ли Медео с такой сложной задачей и докажет ли, что он один из лучших катков мира? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 16 августа 1973 года. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Ирина Роднина и Александр Зайцев уже несколько недель жили в Алмате. Их тренер Станислав Жук отправил спортсменов на тренировки в горных условиях. Они готовились к очередной олимпиаде в альпийском Инсбруке. И вот в гостинице, где жили фигуристы, раздался звонок. Сам Леонид Ильич просит выступить перед ним на новом спортивном комплексе Медео. Почему бы и нет? Роднина не раз потом хвалила местный лед. Он словно сам тебя выталкивает на прыжок. 1691 метр над уровнем моря. Здесь чистейший горный воздух и почти всегда солнечно. На урочище Медео с начала 20 века жители Алма-Аты строили дачу. Медео с 20-х годов, это ущелье, стали использовать для отдыха горожан. Там был санаторий, 10 лет РКК. Это не афишировали, но это было здание бывшей церкви. Лес, Сенчанская ель с этой стороны ущелья, с этой березы. Медео, или по-казахски Медео Кусурманов. Так звали влиятельного волосного старшину и щедрого мецената из города Верного. Так до революции называлась Алма-Ата. Там были угодья огромной казахской семьи, целого рода. И глава рода был с начала 20 века, он жил в это время. и звали его Медео. И таким образом на весь мир вот это имя этого человека теперь действительно может обрастать и мифологией, и всем, чем хочешь. Богатые дачи, кумысо-лечебница, лесная школа. После революции все эти постройки национализировали. А одна, казалось бы, несерьезная идея Медео Пурусманова получила новую жизнь. Еще при жизни под горой Мохнатка меценат заливал для местных жителей каток. В конце 40-х на этом месте построили ледовую коробку. Тогда еще с естественным льдом. Первое знакомство с катковым Медео было у меня летом. Готовились в Спартаке школьников всесоюзные. И на велосипедах поднялись туда. И, в общем, посмотрели, на Мохнатку зашли. Тогда еще старое Медео было. До 50-х годов советские спортсмены конькобежцы не занимали призовых мест на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других международных соревнованиях. Руководители и тренера Газкомспорта СССР были в поисках оптимального места для будущего катка на Среднегорье, в районах Кавказа и Памира. В 1950-м году такое место было найдено в вырочище Медео близ Алматы. Площадка идеально подходила для катка по размерам. Здесь был кристально чистый воздух, идеально вода, речки, Малая Алматинка, спадающая с горных высот. Геологи и строители рассчитали место для катка, залили его горной водой и уже 2 февраля 1952 года советская конькобежка София Кондакова установила на нем первый мировой рекорд на 1500 метров. Уже в 1951 году здесь начали проводить полноценные соревнования. Воду для льда собрали из речки Малая Алматинка. Просто приезжали поливалки и рабочие разравнивали вот эту жижу, потому что лед же не сразу схватывался. Его слоями накладывали, выравнивали вручную. В начале 50-х транспорт к Медео еще не ходил. И жители Алматы пешком поднимались 10 километров в гору, чтобы устроить пикник и посмотреть на спортсменов. При этом на катке не было никакой инфраструктуры и коммуникаций. Ни электричества, ни водопровода, ни уборной и сидячих мест. Все, конечно, молили Бога, чтобы в воскресенье была хорошая погода. Потому что если в горах начинается снег, то заметает лед и соревнования отменяли. И вот люди с семьями, с термосами, с детьми поднимались 10 километров, не торопясь, рано-рано утром выходили и к соревнованиям. А соревнования начинались обычно 10-11, когда расцветало. Январь 1970 года. Руководитель Казахской ССР Дин Мухаммед Кунаев позвонил генсеку Брежневу с личной просьбой выделить 5 миллионов рублей на строительство высокогорного открытого ледового стадиона с искусственными конькобежными дорожками и игровым полем. Из бюджета республики выделили еще 3 с лишним миллиона. Строительство Медео объявили ударной комсомольской стройкой, на которую приехали работать 1300 человек со всего Советского Союза. На нас была возложена защита катка от силы. Я, как приехал на Медео, 30 дней, ровно месяц я здесь, так сказать, провел, не спускаясь в город. Жил в гостинице, там на Медео есть маленькая гостиница, и мы предпринимали меры по защите катка, потому что уровень поднимался вот в верхнем бьехе, так сказать, это самое, селехранилище. При строительстве учитывали абсолютно все. Среднюю температуру, уровень солнечной радиации и то, как погода будет влиять на каток. Здесь проложили почти 170 километров труб, благодаря которым лед держится более полугода. Для сравнения, это расстояние от Москвы до Тулы. Уже в 72-м году в декабре открытие было. Народу было очень много, очень много было. Все правительство было. Ну, а меня специально отправились со сборов сюда, чтобы я приехал, открыл торжественно. В горном урочище Медео состоялся спортивный праздник, посвященный торжественному открытию высокогорного катка с искусственным домом. В 72-м году это было, наверное, одно из самых серьезных технологических катков, которые были на тот год построены. Это была гордость не только города Алматы, но и всей республики, всего Казахстана. Сюда съезжались спортсмены с разных стран. Я это помню, когда, будучи спортсменом, ходил по этим коридорам. Была богатая, очень красивая отделка этих помещений. Ну, и на сегодняшний день, может быть, это уже кажется не совсем современно, но на тот момент это было, наверное, красиво. Стадион и тригуны сделали из бетона. Монолитными и с устойчивым фасадом, который защищает от землетрясений и селий. Излишней красотой отделки пришлось пожертвовать. Интересен разве что фасад. Издалека мы подъезжаем, мы видим эти фигуры бегущих конькобежцев, потом огранка вот этой стены, где эти конькобежцы, как будто колотый лед. Вы знаете, старались тогда в 60-е годы делать архитектуру скромно, подешевле. Это установка архитектуры модернизма. В этот комплекс входила гостиница прекраснейшая, причем не для спортсменов, а для тех, которые приезжали отдохнуть в горах. Во время соревнований там много, ну, битком гостиницы всегда было. даже многие не знают, что там еще был бассейн выше катка, бассейн. 5 ноября 1975 года авторская группа стройки, архитекторы и инженеры получили государственную премию СССР в области науки и техники. Но Медео больше ценили не за внешний вид, за красоту отвечала окружающая природа, а за уникальный технологический пирог, так называли скрытые от глаз посетителей и спортсменов внутреннее устройство катка. Жарко. А здесь под ногами лед. 16 августа 1973 года Медео. Никто не знал во сколько точно приедет Брежнев. И уже с 9 утра олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев были в костюмах и на коньках. Несколько часов не могли ни поесть, ни в туалет сходить. Но хуже всего было то, что с таким трудом намороженный лед все же начал таять. Была опасность в том, что лед мог, но он не мог, он в принципе уже в 12 в час он начал уже таять. Температура льда. За ней на Медео следят круглосуточно. Дежурная бригада из нескольких человек. Поначалу поставили автоматическую систему, но она постоянно давала сбой. То перемораживала, то не домораживала. Лишь человек может оперативно среагировать на внезапный солнечный луч из-за облаков или налетевшую метель. У нас есть определенный регламент, который был разработан и установлен для технических работ, для подготовки льда. Но, к сожалению, у нас нет определенной формулы успеха, по которой мы можем достигать одинакового результата. Разные погодные условия вносят свои коррективы. На сегодняшний день идет снег. Мы проводим сухую чистку, освобождаем планшет от снега. Принято решение провести небольшую сухую стружку имеющейся техникой. в такую погоду многие наши посетители спрашивают, почему мы не проводим заливку льда. Если мы сейчас проведем заливку льда, то мы получим конечный результат. Лед будет очень сильно иметь неровности. Он будет напоминать нам асфальт по своей структуре, потому что тот снег, который будет падать сверху, он будет намерзать. И если человек упадет на этом льду, то он получит довольно-таки серьезные травмы. Площадь ледовой арены Медео 10,5 тысяч квадратных метров. Толщина льда для массовых катаний от 7 до 10 сантиметров. Для тренировок спортсменов 15 сантиметров. Для мотогонок по льду больше 30 сантиметров. Морозить лед начинают за 2 месяца до открытия сезона. Это, наверное, сердце нашего катка. То есть мы сейчас находимся в цену, как бы наш блок управления. Это будем говорить наши насосы, которыми мы управляем по той схеме, которую мы имеем. Имеем возможность видеть на бетонном планшете, какова температура сейчас температура льда и бетона. Так из чего состоит технологический пирог Медео? Вместо румяной корочки здесь ледовая арена. Подо льдом еще один слой железобетонная плита, а под ней начинка из труб и компрессоров. Мы находимся рядом с одним из компрессоров. Это будем говорить один из таких самых больших и мощных наших секретных оружия нашего холода. То есть мы здесь видим огромный электродвигатель. Когда сюда приходят специалисты холодильщики, которые работают на небольших стендах связанных с ремонтом холодильников, кондиционеров, и когда они сюда заходят, когда они видят вот эти вот масштабы, даже их это шокирует. Мощность компрессора 1700 киловатт в час. Столько энергии расходует в месяц большой частный дом. Для сравнения можно привести круизный лайнер. То есть круизному лайнеру нужен холод для обеспечения холодильников, морозильников, кондиционеров и так далее. То есть вот такая машина может обеспечить холодом круизный лайнер без проблем. А это помещение называют подземельем или подпольем. Находится оно на глубине до 10 метров. Здесь не ловит телефон. Пока сотрудники катка работают, над их головами катаются посетители Медео. Вся система, которая находится подо льдом, система подачи нашего хладогена, то есть остужаем плиту. Мы сейчас находимся практически в центре катка, только под ним. Для того, чтобы проверять целостность системы хладоснабжения, целостность всех труб, которые здесь проходят, эти проходы и созданы для технических служб. Конечно, это помещение закрыто от глаз наших посетителей. Сюда никто не попадает, никогда не заходит. Здесь почти ничего не изменилось с начала 70-х, разве что система подачи хладагента. Сейчас она более мощная, чем полвека назад. И точно спасла бы от позора руководство катка 16 августа 1973 года, когда главу страны Леонида Ильича Брежнева чуть не посадили здесь в самую настоящую лужу. Леонид Ильич посетил высокогорный каток Медео, хорошо известный во всем спортсмены. Он пожелал им успехов на предстоящих чемпионатах. Только в четвертом часу пополудня, после многочисленных встреч и поездок, глава страны Леонид Ильич Брежнев добрался до высокогорного катка Медео. Олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев уже несколько часов провели в коньках, ожидая выхода на показательное выступление. Под августовским солнцем вовсю уже журчали ручьи подтаявшего льда. Была небольшая задержка по приезду высокопоставленных гостей и этот период для всех был очень напряженным. То есть все боялись, что сейчас потеряем лед и этого не состоится. И все же Медео выдержал. Из-под коньков брызгала вода, но сами коньки катились легко и свободно. Они словно созданы были друг для друга. Острые лезвия и чистейший лед из горной реки. Сейчас я достану покажу коньки те, на которых мы бегали 60 лет назад. Вот эти коньки по спецзаказу для меня специально сделали голландские мастера. Троицкий бежит в паре со своим земляком Александром Керченко. На соревнованиях в Голландии первый день прошел, они пришли мерку мне сняли и на второй день принесли уже готовые коньки. Я на них потом еще 4 года бегал на этих коньках. Молодой скорохот из Казахстана Валерий Троицкий, завоевавший две золотые медали. Проводили соревнования международные для массового катания. Каток открывался первое воскресенье, сентября закрывался, первое воскресенье апреля и только по выходным. В обычный день ноготок не попадет. Здесь были тренировки и соревнования. Еще в 50-е годы до постройки новой арены здесь один за другим начали устанавливать мировые рекорды по конькобежному спорту. Медео так и прозвали фабрика рекордов. До Медео фабрика рекордов мировая была Давос в Швейцарии. Ну а после этого уже, конечно, когда появилась Медео, вначале никто не верил, что здесь рекорды устанавливали в 54-м, 55-м, 58-м, 60-м. Говорили, что они тут дорожку короче делают. Приезжали, замеряли здесь. И выяснили, что секрет успеха разреженный горный воздух и особая горная вода. Первое, это высокогорье, то, что здесь очень, ну, невысокое давление. Второе, это особенность воды, это горная вода, которую мы используем для заливки. Вода имеет свои свойства. Вот там наверху есть специальный резервуар, объемный, большой. Там вода поступает, отстаивается. вот, то есть она очень чистая и за счет этого скольжения. Ну, а как ее очищаем и каким способом, ну, это уже пускай остается в нашем секрете, нашего катка. То есть у каждого спортивного объекта, у каждого катка есть какие-то свои секреты, ну, мы ими обладаем. Спортсменам оставалось только приспособиться к высокогорью. Это был полезный навык. Нередко чемпионаты мира и зимние Олимпиады проходили именно в таких условиях. Разреженный воздух, сопротивление меньше воздуха, скорость больше, вот, но кислорода меньше, дышать тяжелее. Первая волна семь дней акклиматизации, а вторая четырнадцать дней уже ты полностью готов работать, принимать нагрузки и максимум выдавать то, что ты можешь. В течение двух дней советские скороходы установили на Капке Медео два новых мировых рекорда. Они там сто, двести метров бегали, развивали свои легкие. Адаптация была довольно длительная, потому что это горный воздух. Но за счет вот этого горного воздуха, за счет пониженного давления высокогорья, все-таки там около тысячи восемьсот метров над уровнем моря, считали, что не только качество льда, но и вот эта атмосфера, которую Медео, чистый воздух, высота, прекрасный лед, рекорды сыпались как из рога изобилия. Почти круглый год на Медео звучала иностранная речь. Спортсмены из ГДР, Чехословакии, Польши, даже из Монголии и других стран соцлагеря за несколько недель тренировок могли улучшить свои показатели и ставили личные рекорды. Спортсмены приезжали и жили в гостинице, которая под трибунами. Там на 80 мест гостиница, там значит у них своя столовая была, вся жизнь была у спортсменов, они могли даже не спускаться ни в город, но у них конечно особый режим здоровья был, там они бегали, дорога очень хорошая асфальтированная была. За полвека на Медео спортсмены установили 123 мировых рекорда. А уже в новое время здесь появился новый своеобразный рекордсмен, он же живой талисман катка. 1 января 1999 года на каток Медео я пришел в красном костюме. Усы и бороду я начал отпускать 9 мая 1998 года на турбазе Алматау. Дети ко мне подъезжали и говорят Дед Мороз давайте сфотографируемся. Родители подъезжают и говорят вот ты так похож на Деда Мороза наши дети тянут к тебе. И с тех пор пошло вот это изречение Дед Мороз. 1 января 23 года я открыл 25 сезон на катке Медео в качестве Деда Мороза. Потом сделали документ в котором написали что я Дед Мороз. Вот. Ну это как бы входной пропуск на Медео. Как бы бесплатный. На лед надо выходить боком. Выходишь на лед вот так и начинаешь идти как будто первый раз. А потом поехал. Говорят некоторые дети даже плачут если на Медео не застали местного Дедушка Мороза. Вот так на катке и появляются новые традиции. Мы говорим в своих кругах мы говорим что каток Медео это живой организм это не тот холодильник который мы закрыли дверцу закрыли наморозили температуру и чувствуем здесь комфортно. Выходит солнце оно конечно очень сильно нам для нас где-то мешает нам где-то нам помогает это естественные морозы в ночное время до минус 20 градусов. Даже самый простой холодильник не будет работать без людей без специалистов. что уж говорить о таком технологическом чуде как Медео говорят во время своего визита на Медео Леонид Ильич Брежнев никаких подтаявших луж не заметил или сделал вид что не заметил а после выступления фигуристов Родниной и Зайцева с надеждой спросил а вы еще что-нибудь мне покажете?